Джибриль Субханаллах Это настолько благостный месяц, это месяц милости. Как может Рамадан прийти и уйти, а ты не будешь прощен своим Господом? Третий — это тот, кто слышит имя посланника Аллаха и не произносит салават. Джибриль находил это оскорбительным. Но каково это, когда Джибриль решает рассказать пророку что-либо, когда он дает ему жизненный совет? Нет. Итак, эта история, которую я с вами поделюсь, имела место в конце жизни пророка. Мы знаем это благодаря возрасту сахабов, передавших этот хадис. В то время они были маленькими детьми. История происходила, когда пророк, алейхиссаляту ассалям, уже был правителем. Он был успешен. Люди приходят в религию толпами, и все сделано. Джибриль пришел к пророку, алейхиссаляту ассалям, и сказал ему «О Мухаммад». Кстати, обращается ли Аллах в Куране к пророку со словами «О Мухаммад»? Нет. Он обращается «О пророк Аллаха», «О посланник Аллаха». Так почему же Джибриль осмелился сказать «О Мухаммад»? Ученые считают, что тем самым он дает понять пророку, что это за рамками откровения. И то, что я хочу сказать, это от меня, Джибриля, тебе, Мухаммад. И это единственный момент, когда он не говорит «О посланник Аллаха», когда он хочет сказать что-то между ними. Он сказал «О Мухаммад». Вот пять советов. Исшмашит, фа инна камейит. «Живи, как пожелаешь, но знай, что однажды ты умрешь». Он сказал «Люби, кого хочешь, но знай, что однажды вас разлучат». Таким образом, первое, не будь привязан к этому миру. Твоя цель за гранью этого мира. Не будь привязан к людям этого мира, потому что однажды они покинут тебя, или ты их покинешь. «Делай, что пожелаешь, и знай, что тебе компенсируют и наградят в соответствии с этим». Компенсируют в мире вечном. То есть, все будет в мире вечном. Вся награда будет в мире вечном. Продолжай делать то, что ты делаешь, и знай, что награда в мире вечном. Итак, первое. «Живи, как хочешь, но знай, что однажды умрешь». «Люби, кого хочешь, но знай, что однажды вас разлучат». «Делай, что пожелаешь, но знай, что однажды тебе воздастся за это». «Знай, что благородство верующего в том, что он просыпается и молится ночью». Величие не в статусе правителя, оно не в тысячах фолловеров. Это не значит быть королем. Величие человека в выстаивании молитвы ночью, полагаясь на Господа. «Что же касается его достоинства?» «Это то, что он не зависит от людей. Финансово, эмоционально, умственно, физически. Твое достоинство как человека — это стараться не быть зависимым от людей. Стараться как бы то ни было, освободить себя от этого». Какой мудрый жизненный совет. Субханалла, все мы можем извлечь из него пользу. Следующий случай, которым я поделюсь с вами, Джибриль дает совет весьма тонким способом. И это также очень мудрый совет. История эта несет в себе глубокий смысл. Аль-Хафиз ибн Раджаб в своей известной книге «Аль-Хушуфи Ас-Соля» «Смирение в молитве» Последнюю главу посвятил данному хадису, хоть он и не имеет отношения к намазу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе сказал «Я сидел с Джибрилем, алейхи салям». И внезапно небо разделилось, и спустился ангел. Он стал приближаться к нам. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Когда Джибрил увидел этого ангела, то стал уменьшаться, удерживая себя». Ученые говорят, что он держался так, будто готовился к чему-то. Ангел подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал «О посланник Аллаха, я пришел к тебе с посланием от Бога. Я даю тебе выбор». «Я пришел дать тебе выбор. Жить как пророк, подобный царю, или жить как пророк, подобный скромному рабу». Кто назовет пример пророка, который жил как царь? Сулейман, алейхи салям, Дауд, алейхи салям. Пророк-царь означает, что ты будешь жить с комфортом. У тебя будет великолепная жизнь, очень обеспеченная. Быть царем, владеть богатствами этого мира, делать все, что пожелаешь, и все равно иметь жизнь вечную. Ее перспектива для тебя никоим образом не уменьшается. Ты можешь стать таким, или будешь продолжать жить как скромный раб. Мы знаем, что пророк проводил ночи в голоде. Он страдал от бедности даже после того, как преуспел в своей миссии. Сейчас ты можешь выбрать. И пророк, алейхи салям, говорит, «Я посмотрел на Джибриля». А тот сделал так. Пророк, алейхи салям, говорит, «Я сказал ему, что выбираю жизнь пророка, живущего как скромный раб». Затем ангел исчез. Я посмотрел на Джибриля, алейхи салям. Это было очень странно. И Джибриль, алейхи салям, сказал, «Этот ангел никогда не спускался до этого дня». Пророк, алейхи салям, спросил, «Почему ты стал меньше и испугался?» И Джибриль ответил, «Клянусь Аллахом, я думал, что он спустился лишь для извещения о судном дне». Так кто это был? Исрафиль. И когда Джибриль увидел, как нисходит Исрафиль, то подумал, что это конец. Даже Джибриль испугался вида Исрафиля. Ибн Раджиб, рахим Аллах, заканчивает свою книгу этим выбором пророка, «Быть скромным рабом». Как этот случай повлиял на пророка, саляллаху алейхи салям? Очевидно, он продолжил жить очень скромно. Раньше, когда пророк, алейхи саляту вассалям, ел, то иногда откидывался назад, полулежа. Но после этого случая пророк, алейхи саляту вассалям, ел только сидя. И сподвижники интересовались, «О посланник Аллаха, почему ты ешь только строго сидя?» Он говорил, «Потому что это больше подходит для пророка, живущего как скромный раб». Вот так этот случай повлиял на пророка, саляллаху алейхи салям. Редактор субтитров А.Семкин